Приходим к обсуждению первой темы. Появление в России закона о домашнем насилии поддержали 89% участников опроса, которые инициировали депутаты Госдумы. Еще 6% участников опроса ответили отрицательно, 4% затруднились с ответом. В пользу принятия такого закона высказались почти все опрошенные женщины, 95%, среди мужчин, поддерживающих меньше 83%. Участников опроса спрашивали, оказывались ли они или их знакомы в ситуации, когда один член семьи применяет физическую силу к другому. Лично с такой ситуацией сталкивались 20% опрошенных, еще 34% вспомнили про такие случаи у своих знакомых. Высокую степень поддержки закона о домашнем насилии выявляли и другие опросы по этой теме. Так, например, в 2019 году в ЦИО изучил отношения россиян к домашнему насилию. Тогда большинство россиян были уверены, что такой закон нужен. 70% поддержали. Дискуссия о необходимости принятия в России закона о домашнем насилии продолжается много лет. В сентябре 2016 года проект закона о профилактике семейно-бытового насилия внесли в Госдуму. Однако в октябре того же года Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей принял решение вернуть законопроект авторам, так как на него не было получено заключение правительства. В 2017 году было принято решение вернуться к законопроекту, доработать его. К ноябрю 2019 законопроект был разработан, опубликован на сайте Сафеда для обсуждения. За время обсуждения на него поступило 11 тысяч отзывов. Многие из них были негативные. Законопроект обвиняли в разрушении семей. Законопроект так и не был внесен в Госдуму. Споры о том, нужен ли в России закон о семейном насилии, продолжаются до сих пор. Давайте мы поговорим на эту тему со специалистом в студии Константин Волков, директор Дальневосточного филиала Российского госуниверситета правосудия, кандидат юридических наук, судья в почетной ставке. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Поэтому, как обычно, будем утром обсуждать, стараясь без эмоций, в юридическом, что называется, поле. Если мы говорим о достаточно распространенной ситуации, как показывают опросы, это они мои домыслы, есть агрессор в семье, допустим, и вот в его отношении сегодняшние законы, что позволяют применять? Какие меры? Ну, действительно, вы говорите о очень такой интересной и уже запоздалой даже теме. Почему? Потому что уже больше десяти лет мы обсуждаем о необходимости принятия этого закона, но до сих пор он не принят. И сегодня, с одной стороны, есть определенные ресурсы, позволяющие правоохранительным органам применять к насильнику меры и административного, и уголовно-правового характера. Но в то же время, именно комплексный закон, он бы позволил профилактировать. Почему? Потому что правоохранительные органы, к ним приходят уже по факту состоявшегося семейно-бытового насилия, а вот именно проект закона, он точно называется «Профилактики семейно-бытового насилия», он как раз направлен на те случаи, которые не связаны еще с совершением преступления и административного правонарушения, когда существует либо угроза, либо, вот говоря мы о насилии, различные формы, в том числе есть психологическое насилие, экономическое насилие. И если бы был такой закон, то, наверное, бы и государственные органы, они бы вот эту обязанность исполняли абсолютно по-другому, потому что в этом законопроекте четко прописываются, какие структуры, чем они должны заниматься, ну и ряд других мер, в том числе такие, как запретные предписания, они тоже существуют. А если брать сегодняшний уголовный административный кодекс, то в уголовном кодексе есть две нормы, 116 и 116 со значком 1, все это касается вопросов о побоях. В первом случае ответственность наступает уголовная сразу, но при наличии обязательно признака побоя из хулиганских побуждений, либо по мотивам расовой ненависти, религиозной, ну и экстремистской так называемой. А второй случай предусматривает возможность ответственности, если насильник применит побои в течение года два раза. То есть если он будет сначала подвергнут административному правонарушению, кстати, за административное правонарушение, там, санкция грозит штрафом до 30 тысяч рублей, если в течение года повторяется, то уже, соответственно, возможно и уголовная ответственность. Это мы сейчас говорим про 16-ю статью нанесения легких телесных повреждений? Нет, побои, побои. Это побои, да? Да, побои. Поэтому, с одной стороны, ответственность существует, но с другой стороны, к сожалению, практика показывает, что такие случаи массово распространены, то есть не массово, а они распространены. Причем очень печально, когда это заканчивается тяжкими последствиями, в том числе причинение смерти. Причем не только в России, это по всему миру. Вот в Казахстане недавно случай резонансный, когда экс-министр экономики тоже совершил убийство в отношении жены. А все это начиналось с обычного семейно-бытового насилия. Ну, там, мы знаем, все обвинительным заключением закончилось. Да, 24 года лишения. Да. Но вот смотрите, вот сегодня почему так много полемики на эту тему, да, закон о домашнем насилии? Вроде бы, казалось бы, если почитать уголовный кодекс, да, уголовно-административный кодекс, то члены семьи, да, они, ну, например, от какого-то насильника, они защищены законами, да. Почему же на практике получается так, что все события, которые происходят внутри какой-то семьи, на территории, например, квартиры, где проживает семья, они, скажем так, обслуживаются законом иначе? Они не то чтобы иначе обслуживаются, просто сама вот эта тема, именно семейно-бытовых отношений. Во-первых, она носит приватный, частный характер, и это отражается напрямую даже с момента подачи заявления. Почему? Потому что вот именно ответственность за побои возможно при наличии только заявления со стороны потерпевших. То есть даже если соседи там позвонят, скажут, все равно никаких дел возбуждаться не будет. Ну, вот этот момент. Во-вторых, сегодня, как говорится, поссорили, завтра помирились. В этом тоже нужно видеть определенные моменты. Почему ведь, если вспоминать историю развития ответственности, в том числе и за семейное насилие, ведь у нас был процесс так называемой декриминализации. И он прошел под лозунгом того, что смотрите, сколько у нас уголовных дел, очень много по этой категории. Когда у них возникает конфликт, возбуждается дело, потом они мерятся, и люди остаются судимостью. Это все влияет потом на их детей, они не могут устроиться на госслужбы и прочее, прочее. Поэтому, как и любой стороны, здесь две медали, и вот найти вот этот компромисс порой бывает очень сложно. А еще говорят, что проблема в том, что нет запрета на приближение, что если бы он был, была бы ситуация поспокойнее. Да, есть у нас и такая точка зрения. Собственно говоря, вот вся полемика сегодня вокруг проекта федерального закона о профилактике семейно-бытового насилия строится вокруг по существу двух статей. Это 24 и 25, что не дает как раз принятие этого проекта. Это как раз защитное предписание и судебно-защитное предписание. Вот в рамках проекта предполагается, что по защитному предписанию орган полиции при поступлении информации, причем там информация не только о насилии, но и об угрозе возможности этого насилия, может выписать защитное предписание, которое наложит определенные ограничения на человека, прежде всего на общение со второй половинкой, в том числе переписку и так далее. А вот более строгое судебно-защитное предписание, оно уже по решению суда, то есть лицо обращается с соответствующим ходатайством, и тогда у нас вплоть до выселения человека из помещения, где находится его вторая половинка. И вот здесь как раз и возникают вопросы, что человек лишается права на жилье, поскольку все проживают в одном месте, и какая-то из сторон может просто элементарно злоупотребить. То есть без доказательства сказать о том, что вот есть определенная угроза, и в этом отношении суд может принять такое решение. И вот по существу это является камнем преткновения. Но, к сожалению, мы не Госдума, чтобы в нашем разговоре ставить какую-то логическую точку, хотя, наверное, радует, что буквально недавно в информационном поле опять возникла тема обсуждения этого закона, и снова о нем говорят. Посмотрим, что будет. У нас в гостях был Константин Волков, директор Дальневосточного филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, судья почетной отставки.